добрый день дорогие зрители сегодня у нас на столе оказалось оружие котором мы уже давно собирались рассказать одно из легендарных изделий фирмы винчестер вполне заслуженно носящие приставку русский винчестер 1895 года как всем известно его разработка тесно связано с именем гениального американского конструктора джона мосеса браунинга это действительно одно из тех творений которым он приложил руку менее известно что его разработки поучаствовал другой американский конструктор в своем роде не менее легендарный это уильям мэйсон создатель кольта 1873 года ряда других моделей здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление лично я делю оружейных конструкторов на талантливых и гениальных и гениальность по моему личному мнению заключается не только в том чтобы сделать какое-то новаторское изобретение у которого нет аналогов но добиться того чтобы твоя идея была воплощена в железе к наиболее удачным образом как правило это происходит не за счет работы одного конструктора за счет работы нескольких человек один из которых генерирует идеи а другой помогает воплощать их железе советской оружейной школе классическим примером такой работы в паре можно считать шпитального и комарицкого знаменитый авиапулемет шказ пушка швак но потом товарищ шпитальный решил что он тут самый лучший самый гениальный рассорился с комарицком результате не тот не другой уже в истории советского стрелкового оружия аналогичным образом не отметились точно также гений джона браунинга заключается не только в создании великолепных образцов но и в подборе людей которые могли воплощать его гениальные идеи непосредственно в железо на конкретных производственных особенностях если в бельгии на fn fall таким человеком стал сев который впоследствии доводил последний пистолет браунинга high power то на фирме винчестер таким человеком стал мэйсон который идею браунинга воплотил в железе именно в виде вот этой винтовки мы перейдем непосредственно к 95 основной причиной его появления стало то что американцы очень любили классическую схему левера рычажной винтовки щелк-щелк бах-бах всем нам знакомы по вестернам но эта схема имела свои ограничения и работая над моделью 1894 года браунинг вполне четко их осознал классический подствольный магазин который американцы любили еще со времен винтовки генри со времен гражданской войны имел большую емкость был удобен но имел свои ограничения частности у него плохо лезли длинные патроны особенно за острой головкой пуля находящаяся в магазине своим носиком ударялась а капсуль в следующий и происходило воспламенение взрыв судя по выстрела произойти не могло тут мне выпала честь можно сказать поправить самого яна макалума когда он рассказывал своей передачи о винчестере 95 он упомянул так называемые сприцеровские пули но это не совсем так первой именно староконечной пули на вооружение армии сша стала патрон спиринфилда 3006 о котором мы рассказывали с константином коневым патроны даже более крупного калибра тоже могли вызвать этот эффект например когда российская армия пыталась усовершенствовать винтовку бердана добавив к ней подствольный магазин на испытаниях такой винтовки конструкции квашневского тоже наблюдался этот эффект решением этой проблемы стало введение более классического для современных магазинных винтовок серединного магазина с линейным расположением совместить это с рычажной схемой было довольно сложно но браунинг сумел как можно видеть система рычага просто ходит вокруг магазина немножко сложно но тем не менее вполне рабочая конструкция надо заметить что естественно фирма винчестер создавая винтовку под достаточно мощный длинный патрон думала и об армейских заказах но у армии сша было большое предупреждение к рычажным винтовкам начиная с той самой винтовки генри несмотря на многочисленные попытки несмотря на всю любовь американцев клевера ни одна винтовка именно с рычажным механизмом на вооружение армии сша именно штатно не принималась естественно и солдаты и офицеры иногда использовали купленные за свои но официальным образцом они так и не стали винчестер 95 принципе исключением не стал хотя когда началась испано-американская война и как всегда выяснилось что армии не хватает того сего особенно оружия шо опять фирма винчестер получила заказ на 95 под официальный армейский патрон 30-40 для винтовки крэга но пока суть до дела война закончилась видимо быстрее чем рассчитывали на фирме винчестер в результате армия первые 100 винтовок отправила для испытаний на филиппинах отзывы от них бы они были не очень благоприятны солдаты жаловали что не менее мощные точные чем привычные для них уже крэг-йоргенсен и в результате большую часть армейского заказа продали на кубу свежеотвоеванную испанцев ну как продали официально продали на кубу реально эти винтовки очень быстро расползлись говорится по окрестностям если кто из более пожилых зрителей помнит рассказ джека лондона мексиканец или например советский фильм который был снят по эту рассказу меня зовут филипп ривера черт побери это не твое имя и зайти мне с этого места если ты не хосе сын фернандес моего лучшего друга там мексиканские революционеры на боксерских боях пытаются добыть денег для закупки винтовок для мексиканских поставцев для будущей мексиканской революции судя по фотографиям и по имеющимся данным в числе винтовок которые достались мексиканским борцам за свободу были как раз 95 винчестер они засветились тех эпизодах что касается самой америки то именно с 95 винчестером честно связано еще одно имя американской истории это президент тэдди рузвельт многие опять же знают мишку тэдди да это тот самый тэдди получивший свое имя благодаря президенту рузвельт то есть красивая легенда что когда егеря выгнали на рузвельта маленького медвежонка он не стал него стрелять кстати по легенде он был как раз 95 винчестером в этот момент и потом когда появилась кукла в виде медвежонка ее назвали тоже тэдди в честь президента и охотника стоит заметить что рузвельт вообще оставил довольно большой след в американской истории для своего времени рузвельт пожалуй был тем чем сейчас для америки стал дональд трамп то есть не просто какой-то политик президент но есть известный путешественник бизнесмен писатель и заядлый охотник и он одним из первых оценил возможности получить привычную систему рычажного действия но под более мощный патрон есть данные что именно 95 винчестер брал на войну на кубу когда он участвовал там по крайней мере точно известно что подарил один из 95 винчестер своего командиру и наверно не случайно когда бывшие кавалеристы из полка рузвельта создавали подразделение аризонских рейджеров они выбрали себе для вооружения именно 95 винчестер и наверное эта винтовка была им знакома мало кто знает но сто лет назад карта сша выглядела вот так тыра на месте аризона считалась так называемой инкорпорированной территорией как современные филиппины конгресс долго отказывался принимать аризону состав сша из-за невероятного даже по американским меркам уровня преступности коррупции постоянной войны с мексиканскими бандами а также большой долей испаноговорящего населения в чьей лояльности у них были сомнения чтобы взять ситуацию под контроль в 1901 году правительство штата скопировала доказавшую свою эффективность стратегию техаса и создала отряд аризонских рейджеров этот отряд был хорошо обучен экипирован вооружен и дисциплинирован его костяк составили ветераны испаноамериканской войны поэтому ни с боевым слаживанием ни с жестким отношением к мексиканским бандитам проблем не возникло президент рузвельт который в той войне не иллюзорно воевал в чине полковника на самом передке максимально поддержал инициативу несмотря на скромный размер отряда за все время существования в нем служили 107 человек буквально за пару лет штат был очищен от бандитского элемента в 1909 году президентский срок рузвельта кончился рейнджеров распустили а в 1912 аризона стала 48 штатом полвека спустя в 1957 году аризонские рейнджеры были сформированы вновь сегодня это полностью добровольческие отряды которые сами оплачивают свое обучение и экипировку и помогают полиции пограничникам в охране правопорядка но давайте вернемся к уланову и его винчестеру пора самая известная история связана с рузвельтом и 95 моделью это африканская сафари дело в том что в америке начало 20 века едет на сафари было не очень модно американцы считали что им вполне хватает и собственная дичь и правда бизона к этому времени уже повыдбили но были медведи если кому-то не хватало обычных американских можно было поехать на аляску там встречались экземпляры покрупнее даже если забраться дальше к северу можно и полярного мишку встретить но тем не менее тэдди рузвельт решил что ему все-таки американской дичи мало и собрался на экспедицию в африку который к тому времени уже давно ходили легенды из англичан что вот все зверье мира это фигня вот посмотреть африканских крупных зверей это вообще круто как я уже сказал у рузвельта к этому времени в девяносто пятом была нежная любовь и принципе винтовок в арсенале на и для него хватало поэтому когда президент только собирался в африку его секретарь написал письмо на фирму винчестер что вот так мол и так наш любимый тэдди рузвельт собрался на африканское сафари у него то самого винтовок хватает но вот его сына винтовки нет может вы пришлете каталог для того чтобы президент ознакомился каталог они прислали и как это часто бывает не только женщинами на шоппинге президент несколько увлекся в итоге закупил 15 ящиков винтовок с боеприпасами среди прочего он взял с собой винчестер 95 модели под новый тогда еще патрон 405 винчестер именно про этот патрон принято цитировать эдди рузвельта когда говорят что это самое лучшее лекарство на самом деле полная цитата звучит что это самое лучшее лекарство для львов рузвельт как я уже сказал был довольно опытным охотником поэтому он действительно хорошо оценил возможности мощного патрона 405 винчестер с одной оговоркой этот патрон по его мнению лучше всего подходил для крупных зверей с тонкой шкуры потому что шкуре носорога пуля все-таки работала менее хорошо чем другие калибры но если тэдди рузвельт сделал очень немало для популярности винчестера 95 модели среди охотников то приставка русский и все львиная доля производства винчестера это заслуга российской империи точнее начавшейся первой мировой войны как опять же широко известно вскоре после войны русская армия ощутила большую нехватку вооружения в частности стрелков в оружие есть книга известного советского оружейника который так и называется на в поисках оружия и один из этих поисков привел представителей царского правительства на фирму винчестер естественно шли переговоры о том чтобы начать изготовлять именно привычные винтовки мосина но на развертывание их производства требовалось время а представители фирмы винчестер сказали вот у нас есть замечательная 95 модель ее без проблем можно переоборудовать под ваш трехлинейный патрон и начать поставлять буквально вот сейчас действительно поставки 95 модели начались уже с 15 года первый контракт был на 100000 2 на 200 тысяч экземпляров и большая часть этих заказов была выполнена почти все винтовки за исключением порядка 6000 забракованных военной приемкой попали на русский фронт распределяясь эти не совсем стандартной для русской армии винтовки неравномерно в частности попадали они к национальным частям и самыми известными потребителями 95 винчестеров в русской армии являются латышские части так что эта винтовка нам можно сказать особенно близко именно латышские подразделения кросс созданные под влиянием успехов первых частей с латышами в пятнадцатом году начали получать на вооружении различные нестандартные оружия частности 95 винчестеры кроме этого они получали также винтовки арисака поэтому именно латышских стрелках мы более подробно расскажем как раз в ролике посвященном винтовкам арисака а пока же заметим что вот именно винчестеры поступали как латышам так и финским частям и в общем-то стрелки были достаточно довольны если сравнивать 95 винчестер с классической трех линейкой вот у нас драгунский вариант который по длине примерно соответствует можно заметить что винчестер намного быстрее перезаряжается если у трех линейки классической болтовой нужно 1 2 3 4 то с винчестером все просто 1 2 и можно стрелять разумеется хватало к винчестеру и претензий одна из них которая для нас сейчас может прозвучать довольно странно это то что из этой винтовки нельзя стрелять плотно прижав его к земле движение скобы то самое мешает и прижать плотно не дает кроме того были жалобы на то что именно при движении скобы можно заметить тут довольно много шансов попасть внутрь магазина различной грязи пыли и так далее чего на войне обычно довольно много ну и кроме всего прочего винчестер довольно сложен по сравнению с той же трех линейки и подус по устройству поэтому даже когда позже мы будем демонстрировать механин честно скажу разбирать мы его не будем потому что ладно еще открутить два винта на вот выбивать пины чтобы достать затвор это как-то довольно рискованно понятно что никто на это не пойдет да это и в принципе невозможно тем не менее даже при указанных недостатках винчестер все-таки среди латышских стрелков и финнов пользовался как принято говорить любовью и уважением за скорострельность и удобства в обращении в очень ценили более того бережливые финны сохраняли свои винчестеры довольно долго есть фотографии где он используется даже во время второй мировой правда уже не в передовых частях естественно тем не менее на вооружении его держали тоже касается латышских винчестеров то их судьбу последить сложнее можно сказать что какая-то часть но сохранилась на вооружении латышской армии по крайней мере в наставлении выпущенном в начале 20-х годов есть описание 95 винчестера довольно много их просто разошлось по хутора вместе с демобилизовавшимся бойцами ну и часть вместе с латышскими стрелками ставшими гвардией большевиков попала в россию и осталась там их дальнейшая судьба тоже довольно запутанная забавно часть этих винтовок была передана например и республиканским повстанцам есть фотографии с ними есть документы в отгрузке кстати что интересно одну из партий 95 винчестеров доставил в революционную испанию тот самый пароход который когда-то вез их из америки в россию кроме того некоторые эти винтовки отметили даже во время великой отечественной войны когда для дивизии народного ополчения просто выгребали все склады точных документов на этот счет не сохранилась но есть данные в частности фотографии что некоторое количество этих винтовок попала на вооружение ленинградского ополчения и приняла участие таким образом даже великой отечественной самой америке 95-му не была суждена совсем уж долгая судьба он не унаследовал популярности предыдущих моделей фирмы винчестер хотя стал именно что последним левером разработанным на винчестере в дальнейшем при помощи все того же джона браунинга фирма винчестер заинтересовалась системами так называемая с пумповой перезарядкой тоже добившись в этой области немалых успехов о которых мы расскажем других роликах но напоследок стоит обязательно сказать что именно 95 винчестер надолго прописался в советском и даже сейчас в российском кино именно потому что классический винчестер с леверной перезарядкой вот с этим движением это легенда дикого запада поэтому когда требовалось что-то снимать о диком западе или хотя бы связанное с ним из-за крымов масс фильма доставалось оружие хоть как-то похожие на классические винтовки системы генри это как правило был тот самый 95 русский винчестер заказанный царским правительством для российской армии так что кино эти винтовки стреляют до сих пор ну и мы конечно бахнем прежде чем уланов бахнет позвольте мне испортить вам весь отечественный кинематограф как отличить американский винчестер 1895 года от русской версии созданный в 1915 у русского винчестера есть направляющая для обоймы кстати на одном из наших образцов она откручена но дело такое музейно а у американского ее нет его заряжают по одному патрону теперь смотрим любимые советские и постсоветские фильмы действия в которых происходит задолго до революции а то и вообще не в российской империи что ты с ним церемонишься в любимую пулю в лоб ты прав бил эй парень прощайся жизнью я был восхищен этим гольдом мусь переходи начи пропадай если бивак реально нас должны услышать герсу что это с ним амба капитан раньше моя всегда первый зверь посмотри вот возьми от меня в подарок ружье нового образца прицел хороший легкий герсу но что согрелся сейчас будет еще теплее Продолжение следует... Продолжение следует... Как я уже сказал, разбирать мы эту винтовку не рискнем, очень уж сложно это занятие. Но о некоторых особенностях все-таки стоит упомянуть, раз она к нам попала в руки. В частности, здесь реализован автоматический предохранитель. Джон Брауник вообще, как мы знаем, по его конструкциям очень любил автоматические предохранители. Вот мы взводим курок, не получается. Предохранитель, это вот эта деталька, чтобы он сработал, надо нажать скобу. Пока скоба не нажата, выстрелить вы не можете. То есть, пока вы надежно не взялись за шейку приклада, стрелять не получится. Просто красиво, элегантно и, в принципе, достаточно надежно для 1895 года. 95-й заряжается классической обоймой для трехлинейной винтовки. Сейчас, к сожалению, обоймы под рукой нет. Можно просто показать место, куда она вставляется. Кстати, по слухам, ее разработка вызвала достаточные сложности у американцев. У фирмы Винчестер ушло примерно полгода, чтобы полностью повторить русскую обойму. Но, тем не менее, справились и выпускали обоймы, и патроны. Сам затвор, в принципе, очень знаком многим по более ранним системам Винчестера. Единственное, что если на более ранних видно запирающую деталь, то здесь она полностью скрыта затвором. И еще одна особенность, выделяющая конкретно русскую модель, это вот этот прицел, размеченный не в метрах, как вы могли бы подумать, и даже не в ярдах, а в классических русских аршинах. Именно для винтовок русского контракта. Продолжение следует... Это трехлинейка, вот это сделай крупным планом, изготовленная во Франции. Потому что российская промышленность, она была такая, что даже трехлинейки не смогли сразу делать в России. Первая партия трехлинейек была заказана на заводе Шаттерло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова